Проблема контрафактного алкоголя очень остро стоит в курортном регионе. В прошлом году на Кубани из-за незаконного оборота изъяли 1 миллион 600 тысяч литров горячительных напитков. А это больше половины всей изъятой продукции в Южном федеральном округе. Сегодня на садах в регионе находится почти 590 тысяч литров нелегального алкоголя. Это места для временного хранения и они заполнены до предела. Вот Денис Владимирович, здесь один момент, потому что места временного хранения контрафактного алкоголя превращаются в места постоянного хранения алкоголя. Контрафактный изъятый алкоголь находится от 3 до 5 месяцев на этих складах. Если, допустим, 2 или 3 месяца склад загружен, то нам просто-напросто дальше активность ни к чему, потому что мы не можем этот контрафактный изъятый алкоголь никуда складировать. В ЮФО специализированное помещение для хранения изъятого алкоголя находится только в Астраханской области, а его утилизация производится в Волгоградской области. Ну, тут логистика, она не совсем понятная. И я считаю, я прошу здесь вашей поддержки, возможно ли в Краснодарском крае сделать специализированные склады и для хранения, и для утилизации. Я считаю, что это, во-первых, целесообразно, и действительно Краснодарский край в этом плане может быть пилотом, поскольку огромное количество туристов посещает этот регион. Поэтому при таком наплыве, я думаю, что точно не Волгоград нужно там в Астрахани везти, уничтожать, а прямо на месте. Для борьбы с контрафактным алкоголем на Кубани создали рабочие группы. Они действуют в каждом районе края. Однако существующих мер, по мнению Вениамина Кондратьева, недостаточно. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантрова поддержать предложение Краснодарского края расширить полномочия региона в борьбе с незаконной алкогольной продукцией. Инициатива уже находится на рассмотрении в Государственной Думе. Для более эффективной борьбы с нелегальным алкоголем мы просим расширить полномочия органов исполнительной власти, субъектов и наделить их правом составления протоколов за торговлю алкоголем без лицензии в отношении физических лиц и предпринимателей. Юрлицу мы можем применять меры реагирования, а предпринимателю или физическому лицу уже не можем. Поэтому, если у нас есть полномочия по пресечению незаконной реализации контрафактным алкоголем в отношении юридических лиц, ну почему не расширить полномочия, не дать это право в отношении физических лиц и предпринимателей? Готовы также отработать и согласовав внести соответствующие изменения. Благодаря уже имеющимся изменениям в законе, которые вступили в силу в прошлом году, в Краснодарском крае впервые за торговлю без лицензии на максимальные суммы от 3 миллионов рублей были оштрафованы несколько организаций. Еще 9 дел находятся в суде. Елена Всецназна, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...